Киберпреступность Киберпреступность еще каких-то пару десятков лет назад мы о таком понятии даже не слышали. Теперь, наверное, знает каждый, что это за вид преступлений. Киберпреступность на сегодня достигла беспрецедентного размаха, благодаря подключению всевозможных гаджетов к глобальной сети интернет. Увы, эта проблема актуальна и для нашего города. Состоянию работы по профилактике преступлений в сфере высоких технологий было посвящено одной из аппаратных совещаний в Пинском горесполкоме. Проблематика вышла на уровень республиканский. Я бы даже сказал, это тренд общих соседних стран постсоветского пространства. Эта проблема пришла сюда давно и она развивается. За четыре месяца 2021 года количество зарегистрированных преступлений по направлению деятельности в сфере высоких технологий составило 70 фактов. В прошлом году это количество было 37 фактов. То есть практически в два раза чуть меньше увеличилось количество преступлений. В целом по Брестской области за четыре месяца количество такого рода преступлений увеличилось практически втрое. С 353 до 910 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все преступления относятся к хищению путем использования компьютерной техники. Это статья 212. Из данного количества зарегистрированных дел за четыре месяца 13 преступлений носят бытовой характер. Совершены лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, нигде не работающие путем расчета в торговых объектах города. Иначе говоря, это хищение карточки или найденная утерянная карточка. И потом расчет в магазинах бесконтактным способом, где даже не нужен пин-код. Увы, такого рода преступления очень сложно раскрыть, ведь преступники в основном действуют за границей. С начала года в Пинске удалось раскрыть только шесть таких преступлений. 167 дел с учетом прошлогодних приостановлено. Всего лишь 3,3 – таков процент раскрываемости преступлений в сфере высоких технологий. Потому важнейший упор в своей работе сотрудники милиции делают на профилактику. Разработана система взаимодействия с другими организациями и ведомствами. Охвачены практически все слои населения. Тем не менее, преступления, совершенные посредством сети интернет, все равно регистрируются. Основным способом получения информации о реквизитах банковских карт является переписка в социальных сетях, мессенджерах, а также звонки от имени администрации банковских учреждений. Покупка-продажа на торговой площадке КУФР. В связи с чем можно спрограммировать продолжение тенденции увеличения совершения преступлений указанным способом. Жертвами становятся практически любые категории граждан, в основном женщины. Причем львиная доля пострадавших образованные люди, работающие в различных сферах, довольно много педагогов. Примечательно, что в списке обманутых есть несколько бухгалтеров. В основном все они знали о преступлениях, совершаемых в сфере высоких технологий. Однако все равно повелись, сообщили свои персональные данные и лишились денег. Более 90% людей, ставших жертвами преступлений, а вы видите, пенсионеров из семьи всего лишь 11, они все знали о этом виде преступлений, они читали наши профилактические материалы, до них это доходило, но они все равно поддавались социальной инженерии умелых преступников. Значит, не достучались мы должным образом, не застили внимания. Поэтому в данном направлении работу нужно усиливать, совершенствовать. Скажите, какая помощь нужна и какие заинтересованы слава с вами взаимодействия в этом вопросе? В принципе, все это очень, ну, очень хорошо к этому относятся те, кто здесь присутствует, субъекты профилактики основные, но такой субъект профилактики, предприятия, организации, к сожалению, мы замечаем очень слабую работу. А потому в ближайшее время профилактическая работа на предприятиях будет усилена. Видим, конечно же, продолжение профилактической работы с использованием новых методов, в том числе тоже социальной инженерии. То есть надо противодействовать на том поле, на котором работают преступники. Мы должны использовать мессенджеры. Вот работа, проводимая осенью прошлого года и зимой, показала, что мы с отделом образования, в том числе, дошли до чатов. Чаты родительские, школьные чаты, учительские чаты. Это мы охватываем, в принципе, весь город. Когда, начиная со школы, в школьном чате появляются ответственные листовки, предупреждения с просьбой распространить в родительских чатах, и потом с просьбой распространить в домовых чатах. В принципе, в течение недели-двух эти ролики дошли уже и до меня. И когда я это увидел у себя в доме, значит, я понял, работа проведена. В принципе, у нас пошло на спад. Только внимательность самих граждан, ответственное отношение к сохранению своих персональных данных позволит снизить количество преступлений, совершаемых посредством сети интернет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!